И вновь новости региона в эфире телеканал АПС. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте. В областном центре продолжается ямочный ремонт дорог. Подрядная организация ЗАО АГСУМ приступила к ремонту дорожного покрытия улицы Павла Усова. А на проезде Приорова работы вступили в завершающую стадию. В рамках контракта на устранение дорожных деформаций подрядчик предприятия АГСУМ проводит ямочный ремонт архангельских дорог общей площадью 16 тысяч квадратных километров. На эти работы предусмотрена гарантия три года, а из городского бюджета выделено 35 миллионов рублей. Первый объект – проезд Приорова. Здесь ремонт выходит на финишную прямую. На данный момент уже сделана полностью закончена работа по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Проводится работа по подъемке колодцев, то есть выводение их на отметку нового, уже будущего покрытия. В данный момент производится работа по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Следующая в очереди – улица Павла Усова. На этом участке дорожники уже приступили к фрезеровке старого покрытия. Всего к июлю подрядчик должен выполнить ямочный ремонт порядка 10 дорожных объектов площадью от 500 до 1000 квадратных метров. А ближе к августу планируется начать уже более основательный ремонт нескольких участков. Для этого из городского и областного бюджетов выделено порядка 140 миллионов рублей. В основном это будут работы, которые запланированы были в рамках судебных решений по разным улицам города. В том числе в продолжении тех ремонтов, которые были сделаны в 2016 году. Также городские власти собираются плотнее сотрудничать с общественными организациями в вопросах контроля качества и приема результатов дорожных работ. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. 22-летний житель областного центра потерпел неудачу при организации торговли наркотической солью. Полицейские задержали молодого человека и при личном досмотре обнаружили и изъяли несколько десятков свертков с кристаллическим веществом. Правоохранители решили проверить, не является ли находка частью крупной партии наркотиков. И не ошиблись, юноша обыску не препятствовал. Коробочка оказалась полна настоящих чудес. В позитивном полиэтиленовом пакете свертки с так называемым МДПВ. По версии поклонников вещества – соль. Производная мифедрома курят или нюхают. Оперативники достают из кладовой целый ассортимент. Наркотическое средство на любой вкус и цвет – белое, желтое и даже розовое. Вы делаете закладку, то есть вы работаете на интернет-магазинку по продаже наркотиков? Официальной работы у задержанного не было. Склад он организовал в квартире своей возлюбленной. Знала ли она содержимым тайника – пока неизвестно. Подозреваемый сбывал наркотические средства бесконтактным способом через сеть интернет. Предположительно, не только на территории областного центра, а также в городах Северодвинске и Новодвинске. Делал как оптовые, так и разовые закладки. В квартире задержанного оперативники обнаружили около полутора килограммов синтетических наркотических средств. Это особо крупный размер, предусмотренный частью 5-й 228-й статьи Уголовного кодекса. Парню грозит наказание вплоть до пожизненного. Олеся Кокина, Архангельское телевидение. Сегодня день эколога. К дате особое внимание, ведь 2017-й объявлен президентом Годом экологии. Сегодня эта наука охватила все сферы жизни человека, а защитники природы делают все больше исследований и все чаще приходят к интересным выводам и открытиям. Например, студенты САФУ уже давно погружаются в океан арктической темы, и их разработки получают многомиллионные гранты. Эти небольшие по размеру аппараты смогут сделать большое дело для Арктики. Прежде всего, сохранить ее экологию. В капсулах пробы океанской воды у приборов ученый САФУ, кандидат химических наук Николай Ульяновский. Как говорят, за такими, как он, будущее. Николай стал первым представителем ВУЗа, удостоенным гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Сегодня он в поисках суперэкотоксинов и полиароматических углеводородов. Понятие сложное, но представляющее угрозу. Экосистеме окружающей среды. И как раз этими соединениями мы и занимались в течение трех лет выполнения проекта. Нами разработаны были новые способы определения данных соединений. В почве, в снежном покрове, в льду. Насколько загрязнена арктическая вода, изучают в Центре коллективного пользования научным оборудованием Арктика. Мы разработали четыре новые методики по определению различных загрязняющих веществ в морских водах и в прочих объектах. Все это попадает в общую базу данных. И эта база данных позволяет визуализировать уже непосредственно загрязнения. Нанося их на карту, таким образом, любой эколог может видеть на этой карте распространение того или иного загрязняющего вещества или элемента прямо по Арктике. Флора и фауна Арктики также в Центре внимания ученых. И тут без маленьких научных открытий не обходится. Например, в 2015 и 2016 годах по результатам исследований красных водорослей Белого моря получены уникальные субстанции, которые уже внедряются в фармакологии и пищевой промышленности. Артемий Заварзин, Архангельское телевидение. А 8 июня в России отметят День социального работника. Поздравления примут сотрудники Центров социального обеспечения, пенсионных фондов, работники детских домов и домов престарелых. Сегодня работников социальной сферы с наступающим праздником поздравили областные депутаты. Ветеранам профессии за многолетний и добросовестный труд были объявлены благодарности и вручены памятные подарки. Министр труда и занятости региона Елена Молчанова поблагодарила собравшихся за высокие моральные и человеческие качества, а также пожелала соцработникам дальнейших успехов в их нелегком труде. На долю социальных работников приходится много бед людских. Это на самом деле очень трудный фронт работ. И здесь не столько профессиональные знания и умения помогают, прежде всего помогает большое душевное состояние. Подробнее обо всех новостях расскажем в 19 часов 20 минут на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня». До встречи вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова